Здравствуйте, дорогие друзья! Давайте поговорим с вами о важнейшей теме, которая иногда скрывается за другими темами этой недельной говы. Тора говорит о том, что говорят сказатели притч, вступите в Хешбон, он будет возведен, упрочится, огонь вышел из Хешбона. Это все книги Беменбарова. Итак, хазетизм учит нас, что Тора, это не сборник рассказов или каких-то повестей, и даже история никакого отношения к этому не имеет. Каждый стих несет указания нашей повседневной жизни, вот прямо нашей. Альтер-Эбе в своей книге Ликудейс и Хос, комментируя нашу недельную главу Хукак, говорит, что слово Хешбон, это не только название города, но еще и бритское слово, которое означает счет. И вот тут начинается очень важная вещь. Каждый человек, говорит Каббала, должен рассчитать свое духовное состояние. И делать это единственная возможность в этом мире, выбраться из полного непонимания того, где ты находишься, это каждый вечер подводить Хешбон, подсчет своего состояния, своего духовного состояния. Как ты заплюнул заповеди, как кого ты обидел, что ты сделал, где ты в плюсе, где ты в минусе. Тора говорит, что для того, чтобы счет был в нашу пользу, нужно еще что? Обязательно, чтобы огонь вышел из Хешбона. Что это значит? Что хотя бы одна заповедь, уже не говоря обо всех, хотя бы одна заповедь была исполнена, ну, сердце туда было вложено. Это написано склоняет чашу весов и перевешивает остальные без прохлады, так сказать, выполненные и так далее. В этом суть хасидизма, кстати. Однажды спросили у Балшемтова, который является основателем хасидского движения, а для чего вообще нужен хасидизм? А в те дни большинство евреев в Европе были религиозными, они знали заповеди, ходили. Слушайте, вообще не было понятия такой особо атеист, кто такой не знали. А что могло тогда добавить еврейскую жизнь, вот это движение хасидизма? И Балшемтов ответил, как всегда, он отвечал притчей. Жил когда-то один ювелир, у него был ученик, он его научил, в общем, блестящий ученик. И золотой человек. И вот однажды к ювелиру пришли придворные короля и попросили порекомендовать мастера для должности придворного ювелира. Он с удовольствием порекомендовал своего помощника. Не прошло несколько дней, как ученик вернулся к нему и говорит, что это проклятие какое-то, я ничего не могу сделать. Спрашивает его, что он говорит, я положил, как вы мне говорили, там столько серебра, столько золота. Он говорит, они лежат, я ничего не могу сделать, не расплавляется металл. И тогда спрашивает его учитель, огонь ты зажег в печи? И ученик смотрит на него, как маленький ребенок, вот это не додумался. Так и я сказал Балшемдов. Все знают, как надеть ствелин, знают, как завернуться в талость, как молиться по Сидурову. Но я пришел, чтобы зажечь огонь, и вот с тех пор огонь и горит. И так вот, вы знаете, написали мудрецы, что самое важное, вот это вот, это хижбон нефеш. Проверять не ошибся, менять направление. То есть человек должен вечером сесть, вот все, как прокурор, внимательно, въедливо изучить день. И как прокурор потом принять уже решение на следующий день, а после этого надо, как говорит, что Каббла говорит, сверься внимательно, а потом расправь паруса и утром уже плыви дальше. Это, так говорили мудрые. Поэтому еще раз говорю, говорили рассказчики притч, придем в хижбон, да. И Сефер Харидим приводит от имени книги, в великой книге Каббалы Заар, комментарии к этой фразе, что говорит, что обязан человек, не просто это может быть, хочется, обязан человек заниматься самоанализом перед отходом ко сну. Иначе ничего не получится. Нужно просмотреть весь день, совершить что-то там сделать, сказать, что неправильно, поставить пути исправления. У каждого человека есть непохожие разные испытания. Один сталкивается с экономическими трудностями, у второго, не дай бог, с детьми, у третьего, не дай бог, в семье, у третьего здоровье и так далее. Это не имеет значения. Надо сказать, что всегда, когда слышишь об испытаниях у других, да, ты говоришь испытание, это надо его выдержать. Но когда беда приходит, не дай бог, к кому-то, к тебе самому, да, не всегда удается так вот спокойно к этому отнести, даже выстоять. Хотя написание мудрецы, что не бывает испытания, которые даны человеку, и Всевышний не дал силы, потому что не насмехается Всевышний над своими творениями. Поэтому еще раз, важный самоотчет. А мы понимаем слова Гмары в трактате Хулин. Шмуэль, выдающийся величайший мудрец, первый Амараим. Он говорил, я уксус по сравнению с моим отцом. Что значит уксус по сравнению с моим отцом? Это великий человек, и Гмарион назван великим. Он говорил, что я делаю хэшбонд сверху свою с тем, что надо, один раз в день. А отец два. И поэтому уже он считал, насколько поколение уменьшается. Поэтому каждый умный, каждый считает, что он все знает. Но если честно, отключив внешние раздражители, телевизоры, компьютеры, пять минут для этого вечером найти, или когда лег спать перед этим, то человек может найти такие серьезные ошибки, даже в кажущихся хороших делах. И написано, нет другого пути. Если написали это величайшие мудрецы, то нам надо не умничать, а думать о том, что хэшбонд это наша сегодняшняя дорога. Всего самого лучшего.